Так, на этом уроке мы с вами поговорим о разнице между QA, Quality Assurance и тестировщиком. Вообще, это очень часто могут спросить на собеседовании. Вы наверняка в вакансиях много раз видели, что требуется QA специалист, QA тестер. И я постараюсь объяснить вообще, в чем между ними дело и приведу различные аналогии, которые, я надеюсь, будут понятны для всех. Так, сейчас мы сделаем презентацию. Надеюсь, все видно, меня слышно. И мы видим следующую картину, что Quality Assurance – это вообще прежде всего процесс, и это более обширный процесс, который включает в себя как Quality Control, так и тестирование. В то же время Quality Control включает в себя сам Quality Control и тестирование. Тестирование – это просто тестирование. И далее мы видим такой вот слайд. Я решил перелести аналогию с заводом. Представьте, что на заводе есть специальные люди, у них идет конвейер с изделиями. Они проверяют, соответствуют ли выпускаемые изделия разным требованиям или нет. И, по сути, это и есть уроки. Откуда они знают, какие требования у этих изделий и как их протестировать? Они знают с более высокого уровня – Quality Control. Именно на этом этапе будет идти контроль тестирования. Все работает как на конвейере. Будет собираться полная статистика, сколько изделий протестировано, сколько дефектов было получено по изделиям. И самое ключевое, что именно Quality Control занимается проектированием вот этих тестов. Какие конкретно тесты, испытания нужно привести, чтобы изделия соответствовали заявленному качеству. Подходящая ли у них прочность у этих изделий, устойчивость к температуре, эксплуатация. Соответствуют ли изделия всем ГОСТам. Но сами эти требования, они были еще выше. Они были с уровня Quality Assurance. На этом этапе определяют, что вообще будут тестировать. К примеру, кто будет тестировать лампочки, а не ложь. Здесь происходит полный анализ изделий для того, чтобы улучшить весь процесс на всем производстве. Ключевая задача Quality Assurance – это улучшение на всех этапах разработки. В данном случае с аналогией с заводом – это улучшение процесса на всех этапах производства. И вот смотрите, тоже пример по должностям. Вот этот рабочий на конвейере за здоровщик. Quality Control – это, по идее, технолог, который работает на производстве. А Quality Assurance – это, по сути, начальник цеха, начальник производства. Дальше, да. Следующие аналогии я уже приведу из мира IT. И при этом со всеми этими случаями я не раз сталкивался. К примеру, мы выпускаем наши продукты, наши фичи для пользователей всегда с задержкой. А если и вовремя, то всегда очень плохого качества. То есть в наших продуктах всегда много багов, которые находят пользователи. И это, в идее, очень-очень плохо. И что в этом случае может сделать Quality Assurance? Он начинает анализировать, что не так, и находит следующие узкие места. Прежде чем взять задачу в работу, разработчик не оценивает ту затрату. В итоге задача оказывается сложнее, чем они думали. И, соответственно, ее не успевают сделать качественные разработчики. Потом в итоге нет времени у тестовщика, чтобы ее качественно протестировать. И, соответственно, задача в итоге выпускается впрот от плохого качества. Что может сделать Quality Assurance на этом этапе? Он может внедрить, к примеру, процесс оценки ту затрат. Обязательно вся команда должна собраться и оценить ту затрату. И таким образом руководство компании даже будет знать, именно по трудозатратам, по оценке она примерно посчитает. Она, соответственно, может оценить вообще сроки выхода продукта. В результате все свою работу будут делать более качественно. А что еще может быть? Quality Assurance, он, к примеру, выясняет, что все ошибки находятся на самом последнем этапе перед релизом. И их уже нет времени исправлять. Плюс может оказаться, что много ошибок в целом в самих требованиях. Часто как бывает, застройщик тестирует. И в итоге он может найти в самом последнем этапе, тестируя какие-то баги. В итоге эти баги могут оказаться в том числе и багами требования. То есть продуктолог что-то не учел в требованиях, застройщик это нашел в конце. Плюс в целом он какие-то ошибки мог не учесть. Не обязательно могут быть ошибки требований в целом. Он что-то пропустил. Все мы люди, все мы пропускаем. И как вообще этого можно избежать? Этого можно избежать, что, к примеру, Quality Assurance, он может предложить всем участникам команды делать ревью. То есть все будут оценивать требования. Все будут работать над тестейсами в том числе. В том числе тестировщик Quality Assurance. Он будет, соответственно, тестировать требования на самом раннем этапе, когда еще они даже не ушли в разработку. И это все, соответственно, может избежать большого количества багов, которые могут найтись в конце, а найдутся в начале. Еще одним примером может являться то, что у нас периодически, к примеру, недоступен сайт. И об этом нам часто сообщают пользователи. Что может предложить в этом варианте Quality Assurance? Quality Assurance может предложить мониторинг доступности сайта 24 на 7. Этот мониторинг 24 на 7 будет отслеживать доступность сайта. Если что-то с сайтом не так, то администратор дежурный или даже QA, он будет получать уведомление, если сайт недоступен. И, соответственно, оперативно будет админ подключаться и чинить сайт. Тем самым нам не пользователи будут жаловаться, а мы будем сами мгновенно об этом узнавать и до того, как нам пользователи пожаловались, чинить сайт. Ну, соответственно, определение. Тестирование – это непосредственно классическое тестирование, проведение тестовое сценария и отправление багов. Quality Control – это понятие того, готов ли наш продукт к выпуску или нет. Quality Assurance – это такой процесс или тестировщик процессор, назовем его так, который смотрит на весь процесс разработки ПО и находит в нем изъяны, узкие места и улучшает его. Хочу сказать, что стремитесь быть QA, именно Quality Assurance. Лучше изучайте продукт, лучше изучайте требования, находите узкие места в требовании, взаимодействии даже разработчиков и тестировщиков, выкладки продукта на пользователи. Больше общайтесь, больше коммуницируйте. Плюс к тому, действительно, быть QA – это гораздо интереснее, чем заниматься только тестированием или даже чем писать автотесты. Делайте это, и ваш работодатель обязательно это оценит, заметит и денежно-составляющий не заставит себя долго ждать. И на этом у меня все, и мы встретимся на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok